Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дума Ремейк и с вами Диана. Да, линейка же меня не было на канале, но вам придется меня простить, потому что 3 сентября мне исполнилось 26 лет и вы празднули мой день рождения. И мой муж взял в отпуск, и мы просто вместе очень хорошо отдохнули, и... Ну, я не успела подготовить видео заранее, чтобы их выложить, и поэтому отдыхала. Но я постараюсь вернуться к вам с новыми свежими силами, с крутыми идеями, и продолжить вести свой YouTube-канал, потому что мне это очень сильно нравится. Правда, частично я немного ударилась в обработку фотографий, что дается мне достаточно нелегко, но, в принципе, ничего страшного, потому что, ну, я не знаю, просто... просто весело, жить весело, жить интересно, что я вообще несу. И, наверное, вас интересует, почему я нахожусь в ванной, и почему здесь так шумно. Давайте начнем с того, почему здесь так шумно. Здесь так шумно, потому что в ванной работает вентилятор, который я не могу отключить, и это само меня очень сильно расстраивает, потому что, ну, правда, шумно. Ну, а во-вторых, сегодня я буду мыть с вами кисточки. Сразу скажу, вот они, кстати. Кистей у меня испачканных не так уж много, то есть бывает сильно-сильно больше, но плюс-минус каждого типа кисти есть, а если чего-то не будет, я про это дополнительно расскажу. Ну, и нету спонжей, я не знаю, я не очень часто пользуюсь спонжами, и, если честно, я их мыю просто жидким мылом. Может быть, я тоже об этом сегодня расскажу. Вот так вот. И так что давайте поехали! Итак, начнем с того, чем я вообще мою кисти. Чаще всего я использую для синтетических мыла Сейнгард. Клевое мыло, хорошо очищает, честно говоря, мне очень-очень нравится, но, само собой, натуральные кисти я им не мучаю. И вот у меня здесь уже начатое мыло, я буду мыть им. Просто хотела вам показать, что запасочка-то у меня лежит на всякий случай. Вот, натуральные кисти я мою детским шампунем. Ну, честно, вот какой нашли, такой и использую. Если, например, я хочу их немножечко побаловать, я дополнительно могу их вот обработать любым бальзамом для волос, кондиционером и так далее. Так, хорошо, теперь давайте про кисти. То есть, все кисти я, смотрите, я вообще изначально как делю? Натуральные, ненатуральные, и крупные, некрупные. Обычно я отделяю сначала все крупные кисти и ставлю их вот сюда вот так вот отдельно. Ну, все, все остальные не такие крупные, и поэтому они пока идут отдыхать. Смотрите, сегодня среди крупных у меня нету натуральных кистей, но я о них отдельно все равно поговорю. Так, для крупных кистей я использую вот такую вот штуку. Это вообще продавалось как штука для того, чтобы умывать лицо в фикс-прайсе, и вот это тоже продавалось как штука для мытья лица в фикс-прайсе. И они очень хорошо справляются с тем, чтобы отмывать кисти, просто эту я использую для более крупных, чтобы лучше промывать, эту я использую для более мелких. Первым делом, чтобы мыть кисти быстрее. Вообще, это отнимает очень много времени, мыть кисти, поэтому приходится придумывать варианты, как мыть их быстрее. Я их сначала все мочу. Очень важно, чтобы кисть у нас мокла вот так То есть мы вот под таким углом ни в коем случае их не поднимаем Потому что иначе вода будет затекать вот сюда, где находится клей И кисти просто испортятся То есть обязательно вот так вот И потом я их кладу на бочочек И вот они у меня уже все мокрые Дальше я беру нашу эту штучку, тоже ее мочу, чтобы вода там немножечко была Берем кисточку, мылим ее в мыле Они у нас все мокрые, это хорошо И обнашу штучку для чистки кистей Я вот с такими вот плотными кистями не церемонюсь Потому что их надо как следует хорошенечко промыть То же самое с натуральными, только я их мою шампунем И я пока их все складываю вот так вот рядышком Вот намыленное, все, беру следующую Можно немножко в мыло снова И снова об щеточку То есть моя цель сейчас намылить все кисти разом То есть у вас так экономится вода У вас так экономится время и вообще красота Когда все кисти у нас уже намылены Я включаю воду Смываю мыло с щеточки, вот этой вот, да, с ковричка такого И начинаю промывать под проточной водой кисточки Прям хорошенечко Смотрите, если кисть плотно набитая И тяжело промывается То есть мы ее промыли Отжали полностью от воды После чего промываем еще раз Для совсем плотных кистей такое стоит повторить Иногда 3 и даже 4 раза Это промывается хорошо Просто хотела показать Это касается также натуральных кистей После этого кисть я отжимаю И кладу на полотенчико Оно у меня за кадром Я потом покажу И, собственно, так быстренько промываем все кисти Смотрите, если есть кисти похожего размера Их можно промывать и мылить вместе Главное при этом промыть Вот, я решила сменить угол Чтобы точно было лучше видно В принципе, если что, вы не сильно что-то пропустили Просто ванная, как бы, в ней места ограничены Очень, если честно Ну, в общем, хорошенечко промываем После этого отжимаем И оно у нас идет на полотенчико Что я делаю дальше? Вот у меня еще остались кисти И я их снова отделяю Теперь я убираю все натуральные кисти Которые у меня есть Ну, в смысле, которые грязные Так И тоже их снова отставляю Потому что они нам не понадобятся в ближайшее время Что теперь? Среди этих кистей Есть кисти, которыми я наносила очень стойкие продукты И их нужно промыть дополнительно отдельно Сейчас покажу как Так, вроде бы все взяла То есть это может быть подводка Тинты для бровей Для глаз То есть очень-очень стойкие продукты Которые тяжело удалить Мы сейчас с ними будем разбираться отдельно Я беру ватный диск Я беру вот двухфазную жидкость Для снятия макияжа Наношу ее На наш ватный диск Сначала кисточки почищу То есть растворю вот это вот все Наша стойка С помощью двухфазной мицеллярки Иначе стойкие продукты у вас просто Могут не удалиться Либо это будет отнимать у вас очень много времени В общем, обязательно как следует Обработайте их сначала То есть смойте, растворите Вот этот вот стойкий пигмент Стойкие помады я тоже так же прохожусь Чтобы счистить с кистью Чтобы точно прям Потом все отмылось легко и идеально Может перевернуть Тут тоже есть Туши вот тоже Если вы используете, например, такую верную кисточку Либо их надо сразу счищать Например, каким-нибудь средством Салфеткой и так далее Либо вот Тоже так будет быстрее Теперь смотрите Помните, я говорила про то Что одинаковые размеры Лучше мыть тоже вместе Я сейчас наберу кисточки Которые у нас похожи по размеру Вот То есть видите, они все плюс-минус Очень похожи по размеру Я их вместе намочу А потом сразу вместе намылю Вот так вот Оп Все Они у нас все вместе намылились Куда-то Кисти все еще Вот эти достаточно крупные Я могу их об крупную тоже И так вот вместе Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп На самом деле мелкую Вот эту вот штучку Об которой учитесь кисти Я люблю чуть больше Но Большая тоже классная Именно для больших кисти Вообще очень нужна, иначе прям сложно бывает не со всеми, но вот с такими очень плотно набитыми сложно бывает вот, мы их все вместе намылили можно оставить, ну я их сразу смыла сразу все берем и сразу все вместе промываем так намного быстрее опять-таки помним, ворс у нас идет вниз, это очень важно все, я их все немножко отжимаю и снова кладу на полотенце что делать дальше, а потом обязательно тоже расскажу если кисть после первой помывки грязная, по-моему, просто второй раз ничего страшного, смотрите, кисть более плоская, ее я, соответственно плоско чищу, то есть, чтобы она у меня вот так вот не делаю, как с плотно набитыми кисточками все-то все равно осталось так, вот эта мелочевка вообще прелесть, смотрите, вот так мы ее набрали здесь вот есть такое отделение, тоже хорошенечко надо прям прочистить потому что там продукт стойкий он еще глубоко может вот сюда вот прям доходить так плоская, смотрите, вот плосконько тоже стараемся так вот смотрите, здесь вот много продукта я вот первую, первичную вот так вот сделаю промою и второй раз намылю щеточка тоже ее намыливаем и я вот, смотрите, прелесть эту штуку так согнули и вот так вот чистим как следует так, мы все синтетические кисти намылили теперь, ну, как часть уже промыли и сейчас мы все по очереди так же, как в прошлый раз промоем, как со всеми остальными смотрите, эту плосконько я еще обращу на это внимание с натуральной кистью обязательно отжали, убрали на полотенчика теперь у нас остались кисти с натуральным ворсом что я с ними делаю? я сначала все мочу и откладываю в сторону теперь я беру детский шампунь и выдавливаю его на штучку, об которую я буду их мыть вот этот коврик для мытья, давайте его назовем вот выдавила, в принципе, этого количества обычно хватает на все небольшие натуральные кисточки я начинаю с самой большой пушистой, чуть-чуть совсем ее отжимаю но оставляю достаточно влажной вот так вот хорошенечко намыливаю и откладываю в стороночку потом беру следующую, эти уже отжимаю чуть сильнее, потому что если будет слишком много воды там пена растечется все и вот об эту пену как следует мою кисточку так, смотрите, внимание плоская кисточка ей я работаю исключительно вот плосконько чтобы она не испортила свою форму вот эта вот помывочка чтобы она осталась в своей красивой, прекрасной, плоской форме так, с этими попроще вот так вот круговыми, и смотрите, она так как сплюснута эта кисточка с боков еще немножко так приплюскиваю не знаю, так я мою действительно так теперь малышечку тоже она такая бочоночка ее тоже можно круговыми теперь смываю пену и промываю все кисти и снова их откладываю сейчас покажу почему это опять таки плоско промываю смотрите детский шампунь он в принципе и так очень щадящий и не пересушивает натуральный ворс в кистях но вот если вот хочется как-то побаловать, устроить своим кисточкам отпуска я беру еще любой, абсолютно любой бальзам для волос его нужно вот прям вот вот это много даже уже дальше я беру самую большую кисточку и вот в ней обрабатываю ее в бальзаме и откладываю, потом их все вместе быстренько промоем и так быстренько со всеми кисточками я это делаю не каждый раз только когда есть время, настроение силы но иногда им нужно это они потом такие мягонькие, приятные становятся не так быстро обламываются смываем бальзамчик и быстренько промываем как следует наши кисточки и все эти кисти тоже идут у нас на полотенчика и так вот они у меня лежат чистенькие, хорошенькие на полотенце уже полностью вымыты и смотрите, их осталось очистить с них осталось удалить лишнюю воду и разложить их для сушки тут есть два варианта смотрите если у вас есть вот подобная сушка они в принципе продаются в некоторых магазинах либо можно заказать на алиэкспресс как это сделала я в свое время то я их буду сушить вот таким вот образом чтобы у меня вся вода если что стекала вниз и мне так нравится они так не мутся они такие ровненькие, хорошенькие если у вас такой штуки нет можно просто разложить где-нибудь полотенце и положить их бачочком либо если у вас там позволяет отсутствие домашних животных можно, например, некоторые кисти класть на краешек чтобы вот ворс он вот так вот сбоку был но это такое тоже уже я вообще замечала, что если их вот так вот боком класть, то некоторые кисти немного сминаются мне это не нравится, но в принципе это не особо критично итак смотрите, то что я сейчас делаю я обычно делаю с крупными натуральными кистями и всеми синтетическими то есть я беру мокрую кисть здесь у меня есть место на полотенце и как следует вот так вот счищаю всю воду там снимаю всю воду как следует прям старательно-старательно смотрите ну просто синтетика вот эти плотные кисти они иначе не высохнут особенно натуральные они вообще никогда не высохнут наверное, если их как следует вот так вот не просушить смотрите, синтетическим это особо не надо натуральные потом формирую немножко ручками и втыкаю вот так вот для дальнейшей сушки вот это, смотрите, крупная кисточка ее тоже сначала вот так вот можно иногда их вот вот так вот потереть чтобы точно все вышло либо вот так вот отряхнуть прям и досушиваем уже от полотенца тоже втыкаем на самом деле вот из этой я не сползаю потому что у них тоненькая вот здесь вот череночка ну и вот то же самое со всеми синтетическими плотными, большими вообще всеми синтетическими крупными кистями делаем смотрите, все самые крупные уже закончились дальше вот идут синтетические вот эти вот крупные я тоже обязательно все сейчас вот так вот просушу вот они у нас то есть тоже вот как следует об полотенце и втыкаем об полотенце немножко формируем то есть вот я даже вот сушу уже формирующими чуть движениями об полотенце и втыкаем синтетические кисти потом вообще очень быстро высыхают там буквально им иногда нужно полчасечка и они уже будут сухие вот эти вот мелкие точно с натуральными такое конечно не получается я очень люблю работать чистыми кистями вот эти можно просто уже формировать кстати ну вот у нас остались натуральные кисти кроме вот этих сейчас я их уберу натуральные кисточки я и вот такие вот всякие формы я именно формирую пальчиками чтобы они высохли в красивой хорошей форме то есть вот прям беру сейчас покажу прям беру, формирую пока они влажненькие так он не туда фокусируется вот формирую пока они влажненькие чтобы получилась красивенькая форма и в ней кисточка высохла я их просто вот отжимаю а крупные я прям сушу об полотенце потому что иначе там очень много воды эти более конечно мелкие так хорошо и тоже втыкаю так вот я люблю чистые кисти потому что они просто лучше работают то есть они грязные кисти они какие-то вот которые там салфетками чистят и так далее они все равно не такие как вот прям хорошо помытые клевые кисти то есть они прям работают по-другому вот я люблю вот прям каждый раз их мыть в принципе если для себя можно там мыть их ну не знаю хотя бы раз в недельку которые сухие можно там которые для сухих текстур там например для румян и так далее их можно вообще редко мыть потому что там набираешь совсем чуть-чуть продукта а вот те которые там для тона для консилера их хотя бы через раз ну хотя бы вот я приверженец вот такой вот майки кистей это как-то гигиеничнее что ли тоже смотрите вот эта кисть она двусторонняя ее только на бочочке потом сушить ничего с нее уже не поделаешь что еще бывает бывают такие знаете сеточки для сушки кистей но мне прямо в них сушить кисти не нравится потому что они сохнут так медленнее я обычно в конце когда вот уже все кисти высохли там я беру эту сеточку надеваю уже на вроде как сухие кисти ставлю в свой тубус и в принципе все нормально они формируются вот в этой хорошей форме то есть этого в принципе тоже достаточно вот и собственно как то так я их оставляю так на ночь или насколько мне нужно и они у меня вот в таком вот виде просто сохнут и все вот так вот все и проходит да это отнимает время да это долго и муторно и все визажисты это терпеть не могут потому что это всех очень сильно заколебывает но именно так и приходится делать потому что вот так кстати если есть возможность привлечь к этому домочадцев и воспользоваться прекрасным разработанным методом Форда не Тома Форда а того Форда который автомобиль вот да вот делает делал и создать дома конвейер в принципе это идет вот ну можно огромную кучу кистей помыть буквально за 20 минут вот ну то есть там один мылит второй смывает например если еще и третий будет сушить то это вообще быстро это можно думаю за 15 управиться ну что тут сказать вообще на сегодня у меня все вот если честно я уже устала их мыть эти ки-ки-ки потому что это все равно очень утомительно и для вас я это делала стоя то есть переходила сгибаться три погибли в общем на сегодня у меня все у меня тут какая-то полоса я не знаю тут свет здесь странный ну я поэтому сниму обычно снимаю надо видео свет бы купить еще да у меня на сегодня все я надеюсь что вот эта информация вам была полезной что она вам понравилась обязательно подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на мой инстаграм я там с вами делюсь последними новостями рассказываю какие-то интересные штуки выкладываю клевые макияжи поэтому обязательно тоже подписывайтесь не знаю пишите мне в директ вопросы все что угодно пишите вот что приходит в голову то и пишите вам буду очень рада вот это по моему очень-очень здорово и давайте до новых встреч еще увидимся пока до новых встреч